привет всем сегодня у меня будет видео о моих растениях вот у нас на улице зима мороз небольшой но есть ночью до 8 градусов днем 3 4 сейчас 5 11 утра вот мои кактусы их не поливаю зимой здесь у меня достаточно прохладно а сегодня я буду ухаживать за своими фаленопсисами вот их у меня три и вот дендробиум который собирается цвести вот бутончики жду с нетерпением вот даже маленькие эти побеги это будут цвести ну в общем в этом году он меня обрадует прошлом году было только вот таких два бутончика или три не помню а это прямо по всему стеблу а чтобы он цвел ему надо перемена температуры днем тепло ночью холодно так как я здесь в этой комнате этой лоджии сплю я люблю спать в холодной комнате у меня открыто в любую погоду окно здесь ночью достаточно холодно холодно а днем я закрываю и у меня здесь есть еще солнце а солнце было весь октябрь то здесь подымается температура до 30 градусов днем вот поэтому ночью градусов от 10 до 15 ночью 30 перепад температур и это стимулирует дендробиум цвести вот я теперь жду с нетерпением у него нежный аромат такой вот ванильки вот и сейчас я буду показывать как я за ними ухожу вот моя драцена тут у меня еще я отсадила верхушку срезала и отсадила здесь и вместо мало конечно мой фикус вот вот какие листья огромные вот забыла как называется растение а вот такой фикус ампельный вот такой вьющийся я его было он висел у меня в другом месте и вот сверху я как-то пропустила его и засушила было и все листья опали пришлось обрезать вообще-то у него листья вот такие должны быть пестрыми вот здесь немножечко ему как бы может темновато поэтому нету пестрости пестрый от когда хороший цвет есть вот но я его обрезала и слегка поливала и он у меня возродился надо будет перевесить другую сторону увы не имею возможности другого места ему найти вот будет и бискус свести азалии у меня продолжает свести с августа месяца цветут уже не так обильно вот но вот еще я вижу вот бутончик и вот бутончик вот вот бутончики вот так что вот бутончик а новые побеги вот это оголяются ветки новые побеги появляется на месте цветка вот цветок я обрываю вот оборву цветок а там будут новые побеги вот они новенькие вот на том месте он цветок там был и вот три побега вот так вон там тоже он цвел новые побеги и так вот тоже цвел новые побеги антуриум мой этот уже цветает а этот еще недавно раскрылся вот там вот новый листик растет значит и будет новый возле каждого листика но появляется со временем они на пару идут листик цветок листик цветок нижние потом вот они уже начинают желтеть я обрезаю вот какая зале розовенькая а здесь розовенькая такая вот я погрузила воду свой дым дроби он ой какие у него же бутоны к новому году наверное расцветет значит какую я воду использую я воду отстаиваю вот таких болеях они у меня отстаиваются полила цветы и наливаю сразу же и минимум три дня отстаиваются в этот раз наверное неделю уже и туда значит я еще в чайнике нагреваю воду чтобы вода была достаточно теплой даже очень теплой как известно все эти орхидеи все они не в земле растут а в грунте вот сосновая карата и она должна пропитаться хорошенечко водичкой и потом она будет отдавать эту воду растению высыхая здесь я еще добавила удобрения для орхидей специально я купила сейчас я покажу вот у меня такое есть для орхидей но я вот это добавила здесь вот мерная ложечка есть тоже вот комплекс на доброго для орхидей доброго это удобрения вот royal mix насыпаю я как написано в инструкции здесь да тёша да тёша тёша и есть еще удобрения это по листу доктор фолии но я не знаю я обрызгала там я когда снимала видео видно на этих на листьях остались пятнышки от него поэтому я и перестала им пользоваться попрыскивать надземную часть орхидей и бромелевых кроме цветков не обрабатывает на сквозняки по прямыми солнечными лучами но не знаю меня почему-то остались следы значит у меня вот такой видите не вертикальная растет а почти горизонтальная потому что у меня висит ближе к окну на лоджии и вот растение растение тянется к свету но это не страшно не важно самое главное чтобы она хорошо себя чувствовала вот вот и здесь вот я брызгала ой падает и и видны вот следы я и вытирала вот но все равно видно ну в общем теперь будет лежать здесь меня в воде стоять минут сорок иногда забываю и больше и следующую буду себя сюда вставлять и так сегодня все свои фаленопсисы и этот дендробиум я буду поливать так вот заметно пятна от удобрения вот у меня идет новая стрелка с бутонами будет свистеть и старую я не срезаю вот смотрите вот здесь уже отпали цветы этот уже так сказать увядающий последний остался и вот видите растет новая стрелка здесь и там уже вот зарождается новая стрелка вот вот столько корней то она выпускал у меня вот в корзине в такой и там переплелось все корней полно с той стороны в эти дырки повылазила теперь здесь вот тоже не обрезанная стрелка которая цвела раньше вот идет стрелка здесь на этом же на старом стебле и и там нет пока нету новой но скоро будет и новая вот корней воздушных выпускает много так что вот срезать эти стрелки не надо вот у меня вы видите что здесь несколько стрелок остатки и вот я их не срезала вот с этих почек может и засохнуть а может в любой момент пустить новую стрелку вот то я сегодня впервые увидела только начала расти это не корень она отличается это цветочная стрелка идет корни вот такого цвета они когда становятся такими серыми с налетом это пришло время поливать когда салатовая значит можно еще не поливать вот они за зиму у меня отойдут потому что летом у меня здесь в жару и 45 градусов бывает шторы опускаю они далеко от окна как видите они сюда наклонены к окну вот прикрываю их но иногда вот попадало солнце и вот это все следы ожогов солнечных еще добавлю все мои фаленопсисы куплены на распродаже уцененные вот без цвета я даже не знала как они будут цвести и мне повезло они все разных цветов а вот не побоялась их покупать они были не очень приглядном виде вот этот самый крупный такой у меня этот самый мелкий вот недавно отрезала листик один ну этот тоже так что не бойтесь покупать на распродажах смотреть надо на корни если там зелененькие корни значит дело пойдет он не пропадет не сразу пересаживала вот потом уже когда адаптировался к моим условиям потом пересаживала их пересаживать редко раз в три четыре года не надо их трогать вот 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 коль речь зашла о цветах я не знаю сколько времени назад показывала что я тюльпаны на выгонку поставила вот не видно где-то у меня тут вот уже укоренились они вот что-то какой-то росточек идет там наверно луковица образовывается вот вот где там не видно где-то я поднимала так и видно было не хочу травмировать но там уже корешки в общем уже они закрепились вот хотя я ни разу не поливала за все время ни разу не поливала вот так они у меня находятся под морозилкой в холодильнике это старые у меня холодильник сейчас совсем другие холодильники а у меня старый холодильник мы его не выбрасывали там самое холодное место вот и они там у меня уже наверное месяца полтора если не больше но уже буду вот первых числах декабря буду доставать еще я купила о господи забыла как называется луковицу гиацинт господи и вот все никак я в грунт его не посажу но вон уже проклюнулись корешочки его между прочим можно выгонку делать прямо над рюмкой с водой не обязательно садить в землю и горшочки для выгонки не надо большие вот такие маленькие достаточно ведь это садится не на постоянное место я потом их когда они отцветут дай бог чтобы они цвели я их отвезу и посажу у мамы на могилке и они будут цвести так же как остальные которые я раньше выгонку делала они теперь растут у меня нету ни дачи ни огорода поэтому я отвожу на кладбище сажу возле своих умерших родственников и там они растут цветут гиацин тоже цветет один или два уже не помню вот значит так такие на таком этапе они еще росточков не дают так как я их в теплое место не выставляла корешки уже вот я подымаю уже вот укоренились там вот грунт подымается вот вот там видно их корешочки вот я еще подсыплю может быть чуть-чуть грунтика так свеженько буду подкармливать их когда они начнут уже гнать стебли вот на таком этапе у меня выгонка ну буду заканчивать видео точно так же я буду окунать сюда и фаленопсисы по очереди ничего сложного нету я бы сказала что это растение которые самые минимальные в уходе вот и два раза на месяц окунайте их в воду и только в жаркие дни там можно поливать а зимой я не поливаю вообще я только окунула и на две недели этого достаточно окунула и на две недели этого достаточно ну все пока пока